С начала сентября по Москве начнут ездить автобусы в библиотеки. Зайдя в такой автобус, с помощью мобильного устройства можно будет читать QR-код и получить доступ к литературным произведениям. Большинство произведений будет доступно бесплатно, а в некоторых только первая глава, после почтения которой вам предложат скачать книгу в интернет-магазине. О том, насколько популярны автобусные чтения среди клинчан, мы пообщались с директором Клинской централизованной библиотечной системы Ириной Овчинниковой. Я думаю, что Клин имеет те же этапы развития, как и Москва, но где-то чуть раньше, где-то чуть позже, но развитие идет в одном направлении, и не в разные направления. Наверное, это интересно, потому что действительно и в метро, и в парках, и в каких-то общественных местах это сегодня уже развивается. Но, может быть, мы немножко отстаем, но движемся все равно в ту же сторону. И стремимся быть в ногу со временем, хотя у нас сегодня в библиотеках электронные ресурсы только появились, вот, наверное, год. Хотя, что считать? У нас теперь подписки на периодические издания, у нас разного вида электронный документ, библиотека диссертации Ленинской библиотеки, у нас доступ свободный на сайте, на базу данных полпред. Ну, то есть, круг электронных изданий, который в свободном доступе, вот, полпред, он на нашем сайте абсолютно свободен, да, есть. Выйти в интернет можно в любом месте, да, и получить доступ к этим изданиям. То, что планируется в городе, ну, если посмотреть на... Меня, например, больше всего поразило, когда я смотрела Клин Новый облик, альбом. Там тоже есть открытая библиотека в плане, если вы заметили. И я сразу восприняла, мол, как это будет. Вероятно, это как раз то, о чем вы говорите. Это просто свободная зона, да, где доступ к электронным книгам. Вот, если вы посмотрите на плане Клин Новый облик, это где-то в районе клубостекольного завода. Ну, пока это все в стадии обсуждения, но это просто говорится о том, что, возможно, это и в Клину, и будет, и планируется, и это обсуждается, об этом говорится. В нашей стране очень много народу читает о транспорте. Другой вопрос. Мне кажется, пополам, если раньше все читали книги-журналы, то теперь смотришь, как традиционные издания читают бумажные, на бумажном, скажем, носителе, то читают и в электронных книгах, на других носителях. Мне кажется, продолжают читать. И просто процент чтения в том или ином виде немножко меняется. Предпочитаю читать на электронной книге какие-то деловые тексты, а художественные произведения люблю читать в традиционном издании. Мне нравится возвращаться, страницы перелистывать. Мне легче вот как-то ориентироваться в этом тексте. Я его лучшее художественное произведение воспринимаю в традиционном виде. Но электронная книга, она очень удобна, когда мне нужно произведения, какие-то работы профессиональные, чтобы они у меня были, чтобы я могла к ним обратиться. Они у меня всегда все под рукой и собираются. Мне это тоже очень удобно. Поэтому я считаю, что и то хорошо, и то хорошо. И как человеку удобно, так он пусть и использует. Ну вообще я хотела бы сказать, что я очень давний потребитель электронных книг. Несмотря на то, что работаю в библиотеке, сознательно читаю много и с большим удовольствием, тем не менее электронные книги я уже использую в чтении больше, наверное, 15 лет. И хорошо знакома с системой предоставления бесплатных книг от библиотеки «Литрос», которая как раз размещена в автобусах города Москвы. Это очень интересная вещь, тем более, что она не только в автобусах встречается, она встречается во многих в кафе города Москвы. В общем, главное найти знак и скачать, получить доступ к этой книге. Единственное, что хотелось бы сразу сказать, что это редко бывает бесплатное предоставление книг, которые, ну, самые интересные, чаще всего это классика. Лично, на мой взгляд, чтение в автобусе, именно бесплатных книг, оно не является прям необходимым. И вот прям гарантировать, что это будет популярно в наших клинских автобусах, нету никаких шансов. Тем более, что мы в своей работе довольно часто в последнее время используем QR-коды, и, в общем-то, и опросы, и в разных районах показали, что жители еще мало знают, что это такое, и как им пользоваться. Сама могу сказать, что я, как говорила вначале, давно пользуюсь именно этой библиотекой Литерос, и, в общем-то, являюсь читателем многих московских библиотек, и я как раз вот этой системой скачивания книг бесплатно, но через библиотеку, а не через QR-коды в кафе и в автобусах, пользовалась довольно активно. Это очень удобно, и на самом деле экономит значительные мои средства, ну и, в общем-то, приносит определенную радость от обладания книги, которая появляется в электронном виде зачастую намного быстрее, чем в бумажном.